Кровопролитием обернулись массовые протесты в столице Парагвая. Противники действующего президента Орассио Кортеса подожгли здание парламента. Недовольство митингующих вызвал законопроект, который дает президенту право баллотироваться на второй срок. Больше подробностей в нашем сюжете. Горящий парламент, водометы и резиновые пули Парагвая хватили массовые протесты. Центр столицы страны Асуньсиона больше похож на поле боя демонстранты против переизбрания президента Орассио Кортеса на второй срок. Парагвайцы, присоединяйтесь, сопротивляйтесь этой диктатуре. Днем ранее лояльные к президенту сенаторы тайно утвердили конституционную поправку, позволяющую главе государства баллотироваться на второй срок. На голосовании отсутствовали остальные члены 45-местной палаты, в том числе и ее председатель-оппозиционер. Никаких неконституционных действий мы не предпринимали. Повторяю, заседание, проведенное сегодня с участием 25 сенаторов, было совершенно законным. Сразу же на улицы стали выходить люди. Мирный протест перерос в беспорядки. Столкновения между демонстрантами и полицией продолжались несколько часов. Протестующие поджигали автомобильные шины, били окна Конгресса. Полицейские сначала пытались остановить протесты с помощью водометов и слезоточивого газа. Затем применили травматическое оружие. В ответ полетели камни и пиротехника. Кого вы защищаете? Вы здесь только для того, чтобы удержать этого торговца наркотиками Кортеса при власти. Когда стали выносить первых раненых, демонстранты штурмом захватили парламент. Они разгромили кабинеты тех сенаторов, которые голосовали за изменение Конституции. Потом протестующие подожгли здание. Пока горел первый этаж, внутри еще находились люди. Они все лжецы, мы их сожжем, вылгали мне. В результате столкновений несколько десятков человек травмированы, в том числе и известные политики, принимающие участие в протестах. Местные СМИ сообщили о смерти молодого парня. В Министерстве внутренних дел Парагвая заявили о раненых полицейских. Сам президент Арасио Кортес лишь призвал к соблюдению спокойствия в своем твиттере. Мы не должны позволить нескольким варварам разрушить мир, покой и благополучие парагвайского народа. Страна еще не отошла от 35-летнего правления диктатора Альфреда Стресснера, который 8 раз переизбирался на президентский пост. Чтобы избежать возвращения к диктатуре, в Парагвайе еще в 1992 году запретили повторно переизбирать президента. Елена Зурина, подробности, телеканал Интер. Елена Зурина, подробности, телеканал Интер.